Доброе утро, дорогие телезрители! Четверг, 12 января. Встречаем сегодня мы здесь, в этой студии, в прекрасной компании. Алина Спасская, Алёша Римон, я тебя, Алина, рад видеть с прошедшими праздниками. И тебя тоже со всеми. Алексея мы можем поздравить с первым выходом на работу. Давайте ему за это поаплодируем, что он собрался и после праздников встречает это утро традиционно вместе с нами. Ну, Алина уже успела провести разминочный эфир вчера, как говорит, прошел он очень успешно, поэтому, если что, у меня помощь сегодня уже такая мощная и размявшаяся. Что у нас сегодня? Сегодня наш эфир, я надеюсь, он будет ярким, как наша студия, как моя рубашка, потому что у нас впереди весна и лето, естественно, а это значит, что эти времена года несут за собой фестиваль цветов, фестиваль-конкурс цветов, который уже второй раз проведут в Благовещенске. С 1 февраля заявки на участие смогут подать организации, индивидуальные предприниматели и горожане, интересующиеся ландшафтным дизайнером. Как сообщает Управление культуры, в конкурсе будет 4 номинации. Общественные территории, социальная сфера, дворовые территории и организация города. Вот в какой будете принимать участие вы, может быть, вы своей организацией там будете рядышком, клумбочки оформите и скажете, а вот, пожалуйста, полюбуйтесь на нашу красоту, и все полюбуются, скажут, ого, это первое место. Мне кажется, у кого-нибудь так точно будет. Да, в прошлом году администрация приняла 168 заявок, но надеемся, что в этом году их будет значительно больше, и наш город становиться будет все краше и краше. Да, до весны, конечно, еще пока далеко, и до цветов тоже, но, как говорится, готовь сани с лета, и мы готовимся к фестивалю цветов уже сейчас, в середине практически января. А что ждет нас еще интересного сегодня в рамках нашего «Утро сейчас» – все расскажем. Коммунальная авария в Магдагачи и первый миллиардер в Лаговещенске. Продолжаем интересоваться событиями, которые произошли в Преамурье в разные годы. Рубрика «День в истории» сразу после выпуска новостей. Работа, карьера, здоровье или друзья – что важнее для дальневосточников. Результаты исследования не пропустите. Для нашего первого гостя наверняка самое главное – это помощь людям. Алексей Ельчанинов расскажет об открытии в Благовещенске «Доброта центра». А вот вторые гости – Роман Шабанов и Наталья Баландина – убедят нас в том, что путешествовать по краю интересно и нужно. А какое путешествие без лыж? Как их правильно выбрать – расскажем в заключении программы. Сейчас по традиции посмотрим новости и узнаем, что интересного случилось здесь, в Амурской области. Ну а наше утро вернется в эфир совсем скоро. Не переключайтесь. Мы продолжаем наше утро. Календарь нам напоминает о том, что сегодня у нас 12 января. Сегодня у нас четверг, предпоследний рабочий день. И, кстати, заглянув в этот самый календарь повнимательнее, мы можем увидеть, что там есть кое-какие праздники. О них сейчас и расскажем. Да, не кое-какие, а у нас они прям такие официальные и серьезные. Для начала сегодня отмечается День работника прокуратуры Российской Федерации. Эта дата была выбрана не случайно, начиная с 1996 года по указу президента. Учитывая роль органов прокуратуре в целом в системе работы нашей страны и законов государства, поэтому такой праздник он важен, он нужен. И, в принципе, во все времена прокуратура, наверное, являлась чуть ли не единственным государственным органом, куда граждане могут обратиться с совершенно любыми вопросами. То есть от отключения электроэнергии до обмана, связанного с какими-то, может быть, махинациями чьими-то. Вообще, я знаю, что люди-прокуроры, они очень-очень серьезные, но они такие на работе, в жизни они, конечно, чуть проще, они повеселее, они такие же жизнерадостные, такие же веселые. Поэтому, дорогие прокуроры, оставайтесь такими же, какие вы есть, строгими, серьезными на работе и добрыми, милыми в своих семьях и рядом со своими близкими. Кроме всего прочего, есть еще один праздник, который отмечается сегодня. Впервые его начали отмечать 87 лет назад, точнее, он был тогда учрежден. Ведь было основано добровольное спортивное сообщество «Локомотив». Да, а знаешь, почему оно было основано? Потому что из-за высоких, конечно, спортивных достижений спортсменов-железнодорожников, которые покоряли и покоряют нашу страну своими успехами и достижениями, они даже завоевали и в Олимпийских играх медали, и в Паралимпийских играх. Поэтому, мне кажется, им аплодисменты и почеты, мы их с этим днем поздравляем, кому как не им отмечать этот праздник. Ну и также поздравляем всех болельщиков любого спортивного клуба «Локомотив», будь то хоккейная команда или футбольная команда. Если вы сердцем и душой болеете за команду, которая коротко называет себя «Локо», вас тоже сегодня с праздником. Это такое, ты подвязал одноименные, да, все праздники. Мы вот все туда вот прям с вами и отметим. И еще сегодня, перейдем к неофициальным праздникам, сегодня день похищения. Но я надеюсь, дорогие телезрители, что вас сегодня никто не украдет, разве что, может быть, друзья или родные, или близкие украдут ваше время, и чтобы его провести с вами, с друг с другом в теплой, приятной компании. Вот это разрешается. Так, подождите, а я бы еще в таком случае девушкам одиноким пожелал бы, чтобы сегодня похитили их сердечко. А, вот так даже мы заговорили. Новый год прошел, впереди весна. Ну, конечно, еще пока далеко, но тем не менее задумываться о ней стоит. Поэтому, может быть, сейчас самое время для того, чтобы с кем-то познакомиться или в кого-то влюбиться. Тем более еще и день влюбленных скоро. Так что пускай сердечко похитить можно. Или друзья пускай похищают время. Больше ничего похищать ни в коем случае не нужно. Тем более прокуроры сегодня работают. Да, конечно, они сегодня в строгости. Сегодня еще день посадки внутреннего дерева. Внутреннего, вот я прям стесняюсь спросить, это какого? Там внутри себя что-то, что посеешь, что и пожмешь, поговорка сюда относится? Или в принципе надо как-то гармонично сегодня себя чувствовать? Так, ну я сейчас опять придумаю что-нибудь и расскажу. Ну, смотрите, внутри себя можно посадить дерево, которое вы назовете так, как и захотите. Я имею в виду, что у нас год только начался и есть традиции, что с Нового года все начинают там спортом заниматься, за питанием следить. Может быть там какие-то преображения внутренние делают или внешние. Вот сегодня можно взять это зерно и подумать о чем-нибудь о том, что вы хотите себе в этом году пожелать. Это зерно внутри себя посадите, пускай прорастает. Но только самое главное за ним следить. Это не так, что я хочу прийти в хорошую физическую форму, вот все, я об этом думаю и все. Нет, нужно еще и прикладывать усилия некие к этому. Вот я бы так, я бы так это назвал. Сколько рекомендаций и советов мы вам дали, а как уж с ними разбираться и пользоваться, самое главное, это вы уж, пожалуйста, сами решайте. И, кстати, заодно смотрите нашу постоянную рубрику «День в истории». Узнаем, что же такого интересного и памятного произошло в этот день в Амурской области. В 2010 году сообщили, что в Благовещенске появится единственная на Дальнем Востоке кадетская школа. Корпус был практически готов к открытию, полностью оснащен всем необходимым для проживания и обучения кадетов. 16 учебных и 2 компьютерных класса, актовый зал, библиотека, столовая, гараж, медкорпус, бытовые комнаты, тренажерные и спортивные залы. Первый набор воспитанников был запланирован на июль 2010-го. В Ульяновске среди спортсменов не старше 16 лет завершилось юношеское первенство России по русскому бильярду. В разновидности «Свободная пирамида». Роберт Гамбарян, ученик 9-го класса 28-й Благовещенской школы, первым из амурских бильярдистов поднялся на самую верхнюю ступеньку российского пьедестала. В 2012 году начали продавать имущество обанкротившейся фирмы «Россия». Это ТЦ «Острова», «Чигиринские земли» и спортивная база. С молотка ушла только часть объектов. В декабре на открытых торгах реализовали спортивную базу, расположенную в Маховой паде. Авария на котельной в поселке Магдагачи в 2013 году оставила без тепла пять многоквартирных домов, в которых проживало более 630 человек. На объекте произошел порыв трубы. Отопление в дома вернули к вечеру этого же дня. 12 января 2014 года сообщили, что правила приема вуза для абитуриентов льготных категорий и призеров Олимпиад изменятся. Предлагали ввести квоту для льготных категорий в размере не менее 10% от числа студентов по конкретной специальности. Также призерам школьных Олимпиад по новым правилам нужно было предъявить результат профильного ЕГЭ не ниже 65 баллов. Защиту сайта администрации Углегорска взломала хакерская группа из Алжира. Программисты вывели ресурс из строя. За двое суток работу сайта восстановить не удалось. Делом занялись полицейские и ФСБ. Одна из самых сильных и перспективных команд КВН Амурской области и Дальнего Востока вылетела в Сочи для участия в фестивале Кубок чемпионов. Благовещенская команда People завоевала Кубок Тихоокеанской лиги КВН и получила путевку на фестиваль. В Преамуре появился первый за всю историю области официальный миллиардер. Как стало известно, он жил в Благовещенске и занимался оптовыми продажами. Такие данные налоговые инспекторы получили по итогам декларационной кампании. Леш, вопрос. Новый год, новые планы, новые цели. Как ты вообще, вот скажи честно, в этом году настроен работать прям вот чтобы с утра до ночи? Ну, пока да. С учетом того, что было столько дней выходных, по работе действительно соскучился и готов работать. Причем не только я, но и многие жители наши необъятные планируют в этом году отдаться работе, ну, если не на 100, то хотя бы на 110% точно. Мне вот интересно, откуда ты это знаешь. Наверное, ты заглядывал в наш сценарий, потому что тут, конечно, написано, что специалисты крупной онлайн-платформы провели такое исследование. И сейчас его результаты мы посмотрим в нашем следующем материале. Большинство респондентов Дальнего Востока – 69%, годом ранее – 57%, в 2023 году сфокусируются на работе и карьере. Семья при этом оказалась на втором месте – 46%, в 2021 году – 45%. В тройке лидеров оказалось и здоровье – 33%. Далее идут спорт – 20%, хобби – 18% и друзья – 6%. Больше приоритет работе отдают россияне до 24 лет – 82%. Чаще всего карьеру ставят на первое место студенты и IT-специалисты по 80%. Специалисты в области добычи сырья – 58%. Закупок производства и сельского хозяйства по 48% больше фокусируются на семье. Представители туризма, а также работники искусства и масс-мендия будут больше других – 31% и 30% соответственно. Уделять время своим хобби – работники банков и высший менеджмент спорту – 25% и 23% соответственно. Карьера также станет главным приоритетом в будущем году для жителей Северо-Западного и Центрального федерального округа – 74% и 70% соответственно. Больше внимания семье планируют уделять респонденты, проживающие на Урале – 47% и Дальнем Востоке – 46%. Вот я сегодня, когда вышла из дома и не увидела солнышко, я подумала так, вот я и знала, что погода, наверное, нас в январе этот лютый готовит к чему-то такому холодному и снежному. Ну вот, кстати, на самом деле сейчас пока не так сильно холодно на улице и вчера было намного теплее. И мне, кстати, очень понравилось, что ты мне сказала, что вчера была погода, похожая на летнюю перед дождем. Мне такая ассоциация приятна, тем более дождя и вот эту вот хмурость и серость перед дождливой я давненько не видел, поэтому у меня очень приятные насыргические чувства, поэтому я даже как будто бы немножко рад такой легкой пасмурности. Но что она за собой принесет? Действительно, крещенские морозы, либо у нас выпадет снег и нам будет еще лучше провожать, а то зиму уже провожать я ее собралась, видишь? Ну да ладно. Давайте посмотрим прогноз погоды и узнаем, что же нас ждет. Наше утро продолжается и мы с классными новостями. Первый доброцентр откроется в Благовещенске. В нем будут поддерживать реализацию добровольческих, благотворительных и гражданских инициатив. Более подробно о центре и в принципе, что в нем такого интересного реализуют, мы поговорим с его руководителем Алексеем Ельчаниновым. Он сегодня в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Алексей, ну рассказывайте, что за центр, более таким простым языком, чтобы всеми языками было понятно. Простым языком мы МФЦ, то есть к нам может каждый обратиться с любой помощью. Мы также поддерживаем инициативы гражданские, поддерживаем проекты, которые у нас пишутся и выиграем эти проекты. Сразу хочу сказать. Франшиза это федерального формата, это поддержка федерального значения, это поддержка президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он подписал указ, чтобы открыли доброценты во всех регионах нашей страны. Так, и у нас я знаю, что он открылся первым в нашем городе. Я знаю, что официальное открытие запланировано на 27 января, но вы уже начали свою деятельность. И с декабря мы реализовали такой проект, как Станция Мечта, это социальный проект. Мы показали его в нашем регионе, также показали его в Москве на международном форме «Мы вместе». Вот что касается всех благотворительных, добровольных инициатив, понятно, вот гражданские инициативы, ну я просто в качестве примера, чтобы вы сказали, правильно или нет. К примеру, я житель города и хочу в своем, там, я не знаю, на своем районе или в своем дворе сделать какое-то обустройство. У меня есть какая-то идея, я ее предлагаю, и вы говорите, вот это может получиться, и мы поможем с финансированием, правильно? Правильно, мы будем писать с вами грант и выигрывать этот грант, а мы даем вам поддержку выигрывать этот грант. Мы будем вести вас сначала на писание гранта и до конца реализации гранта. И поддерживать процесс. Поддерживать процесс, да. То есть вы не даете финансовую помощь, вот нельзя к вам прийти за деньгами, да, грубо говоря. Вы даете именно поддержку, то есть поручительство, да, некое такое, на вот этот вот проект. Да. И с вашей поддержкой его, ну, наверное, не стопроцентно, но все равно по большей степени дадут. Дадут, потому что сейчас большой уклон идет на Доброцентры. И это, если своими словами сказать, я бы не пошел к другим молочерским корпусам писать гранты, потому что я знаю, что он не пройдет. А Доброцентр, это все-таки федеральное значение франшизы. Я понял. Супер, если простыми словами, вы как юристы в консалтинговой среде, да, вот к вам приходишь, такой, я ничего не понимаю, вроде знаю, что хочу, но не знаю, что делать. Вот кипа бумаг и вот мои идеи. Вы говорите, сейчас все организуем и соберем в красивую картинку. Все, теперь понятно. Так, хорошо, а где вы набрали специалистов, то есть кто у вас работает в центре? Этот центр открылся на базе библиотеки Погульник, это информационно-библиотечная система. Наши специалисты, это волонтеры культуры и плюс сотрудники, которые будут на базе библиотеки. То есть они вот прям помогают, ты к ним приходишь, и они все за тебя, грубо говоря, делают. Ну, ты приходишь с идеей, конечно же, да? Да, вы приходите с идеей и говорите, я хочу реализовать, например, проект, который мы будем реализовывать. Это у нас будет большой форум, творческий форум, где приедут артисты, певцы, актеры. Он будет первый регионально большой, и мы его реализуем с помощью волонтеров культуры. То есть волонтеры культуры, как наши помощники в организационной системе, они нам будут помогать. А может быть у вас планируются какие-то мероприятия, куда могут приходить люди, и на этих мероприятиях они будут вдохновляться и придумывать какие-то свои проекты? Может быть такие есть курсы? Да, есть курсы. У нас будут курсы доброго университета, где мы будем учить именно молодых волонтеров, которые не знают, куда обратиться и с чего начать свою деятельность. Ага, то есть это не только получается площадка, которая поможет реализовать грант, это еще и площадка, которая поможет научить специалистов, либо научить тебя делать это самостоятельно. Да, да. А проекты только социальной направленности? Нет, не социальной направленности. Можем проекты и кормерческой направленности писать. У нас сейчас идет очень хорошее сотрудничество с мэром города Благовеченска, губернатором Амурской области, с депутатами. Хорошее сотрудничество идет, и мы налаживаем контакты, и можем реализовать с помощью наших местных властей. Что касается жителей отдаленных регионов нашей области, как они могут с вами взаимодействовать? Ну, они с нами взаимодействуют, с нами взаимодействует ПГТ Прогресс, там есть 60 волонтеров молодых, и мы им проводили добрый университет, мы к ним ездим, каждый раз проводим мастер-классы, проводим стажировки, и даем возможность не только побыть у себя в поселке, а слицать, например, в Москву на форум, в Казань на форум, то есть мы можем отправлять. Нет, я имел в виду про инициативы граждан, да, как вот, условно, я живу в прогрессе такой, вот, у меня есть идея, а как у меня Благовеченского? Нет, отправлять на почту добрый центр, мы принимаем эту заявку, реализуем, созваниваемся с человеком, который отправил нам заявку, и уже решаем. То есть можно так дистанционно с вами тоже работать, и вот работа в вашем центре, вообще привлечение в него, да, он дает возможность, как вы сказали, вот, посещать форумы федерального значения, да? Да, да. Вот вы рассказывали вначале о каком-то, вы ездили в Москву, да, представлять проект, то есть, а это как случилось? Это случилось случайно, это волонтеры культуры, они нам помогли реализовать проект, у нас половина актеров, это со студии Театральной БУ, это библиотеки Бугульник, и половина волонтеров, это волонтеры культуры, и нам пришлось приехать и показать этот спектакль, случайно получилось. Но получилось хорошо. Получилось хорошо, да. По факту. Хорошо, Алексей, а по своему вообще опыту, много ли людей сейчас готовы и желают, хотят стать волонтерами? Да, у нас в нашем регионе более двух тысяч волонтеров культуры. Это хороший показатель, да? Это официально, это хороший показатель, вот сейчас бы их всех собрать вместе. Так, и делать какие-то классные проекты, да? А мне кажется, это отличная идея всех вместе собрать, может быть, за круглым столом осудить какие-то планы на год грядущий. Вот, кстати, если забегая чуть вперед, да, вот под финал нашей беседы, год 23-й-то только стартовал, наверное, у вас список планов, самый грандиозный, вот самая такая яркая идея на этот год. Что хотите сделать? Самая яркая идея – это форм творческих людей, творческой молодежи. Мы хотим собрать полностью весь регион творческой молодежи, пригласить артистов, группы, пригласить певцов, пригласить инфлюенсеров, которые сейчас делают в культуре и в торпоровольчестве, идут только вперед, чтобы они показали примером, что все возможно. Ну, я думаю, с таким настроем, Алексей, обязательно когда-нибудь появится точная дата, и мы с вами в этой студии встретимся, чтобы пригласить всех активных жителей города и области к вам на это мероприятие. Большое вам спасибо за беседу. Да, мы желаем вам успехов. Действительно, доброе дело, как вот у вас и надпись на толстовке гласит. Вы классное делаете, поэтому только успехов. Спасибо. Ну, а мы в продолжении нашего утра сделаем паузу и посмотрим новости. Как всегда, 10 минут, и мы снова встречаемся в этой студии. А нам, как всегда, с Алексеем очень приятно и лестно, что вы, уважаемые телезрители, все еще остаетесь вместе с нами, Алексей Римман, Алина Спаская, здесь на своих местах, никуда не ушли. И уже нам звездный прогноз вот там вот с неба нам звезды машут и говорят, что мы готовы, мы готовы объявить, каким же сегодня будет этот день. А день сегодня будет очень увлекательным и интересным, даже невзирая на то, что сегодня у нас четверг, предпоследний рабочий, первая полноценная рабочая неделя. Но звезды нам говорят, что нужно работать и нужно включаться и вливаться в работу на все 100. Ведь они даже говорят словами известными, что посеешь, то и пожмешь. Поэтому включаемся в работу, это остеологический прогноз для всех знаков зодиака. Но это что касается работы, а что касается личной жизни. Да, личных отношений не исключено начало новых романтических историй. Вот мы в начале, когда объявляли праздники сегодня, упоминали, что сегодня день похищения. Алексей сказал, что похищение женских сердец, поэтому девушки, готовьтесь. Если вы в старом году еще не встретили свою вторую половинку, в новом это обязательно случится и зародится какая-то нежная романтическая история. В общем, если все это дело сократить, то работаем и влюбляемся. Главное все это дело не перепутать между собой. Предлагаю прямо сейчас более точный прогноз для каждого знака зодиака посмотреть. Может быть там еще какие-то секретики есть для дня сегодняшнего. Предложение принято, включайте. Овны, сегодня вы, вероятно, будете всем недовольны. Не без оснований, конечно, но вам-то от этого лучше не станет. Тельцы, окружите себя людьми, которые могут быть вам полезны. Сегодняшний день не подходит для благотворительности. Близнецы, удача будет сопутствовать вам, но только в тех случаях, когда вы приложите к этому вопросу некоторые усилия. Раки, коллектив – великая сила. И пусть каждый по отдельности будет не совсем доволен результатом, в целом же получится очень даже неплохо. Львы, не пытайтесь сегодня вмешиваться в чьи-либо дела. Ваше желание помочь оценено и будет. Девы, сегодня у вас появится шанс восстановить когда-то сожженный мост. Не спешите от него отказываться. Весы, день чреват крупной ссорой с домашними. Постарайтесь уклониться от взаимных обвинений. Скорпионы, сегодня вы будете знать ответы на все вопросы. Будьте же благосклонны к окружающим, не скрывайте от них своих знаний. Стрельцы, вы, возможно, будете сожалеть о том решении, принять которое вас сегодня вынудит обстоятельства. Но принять его придется. Козероги, сегодняшний день предназначен для приема внутрь и переваривания большого количества информации. Водолеи, не стоит затевать пустые споры. Они и делу навредить могут, и драгоценного времени много отнимут. Рывы, сегодня вам может оказаться трудно продуктивно воспринимать, а уж тем более обрабатывать какую-либо информацию. Взросли цветы на поле ледяном. Пришел закат, и звезды заиграли. У печки теплый утро ждем, чтобы выйти на зимние маршруты. Зима – отличный повод посетить новые туристические маршруты в Орловский заказник и Норский заповедник. Увидеть зимнюю красоту амурской природы, не бояться крепких морозов, идти вперед навстречу ветру и даже порой неизвестности. Это все про гостей нашей студии. Да, и мы сейчас их представим в нашей студии сегодня. Гости-путешественники по Амурской области, не только. Роман Шабанов, Наталья Балантина, доброе утро. Так, друзья, давайте разбираться, куда вы ездили, что проложили нового, какие маршруты, куда мы отправим всех телезрителей Амурского областного телевидения. Давайте про декабрь сначала, да? Знаю, что у вас в декабре была такая прям экспедиция. Начали с северов, с Елемджинского района, с горы Брюс. Зашли к местам падения самолетов в 2005 и в 1971 годах проложили большой-большой маршрут. То есть это новое? Да. Новое место, неизведанное ранее? Ну, оно малоизведанное. Изведанное, ходили туда по другому маршруту. Мы пошли с другой стороны, рассчитывали на три дня. И в другую погоду. Да, и в другую погоду. В общем, пять с половиной дней все это длилось в начале декабря. Вот таким образом мы открыли зимний сезон. Но вообще все эти пути прокладываются для того, чтобы в будущем туда ходить с туристами. Скорее всего даже построим там, ну, глэмпинг и не глэмпинг, но зимовье тут надо восстанавливать. Одно зимовье сгорело надо. Так, ход этого какой? То есть это пешая прогулка, да? Восхождение на гору. И что я так, прогулка? Ну, для профессионалов скорее всего. Мультимодальное путешествие. Это когда ты... Сначала по тайге, да, в кузове Урала. Кабриолет. Да, кабриолет. Весна, весна экстремальна, да, по-таежному. Тридцать с чем-то мороз. Больше часа мы ехали, успели там уже, в общем, порадоваться этому путешествию. Потом надеваешь снегоступы и чешешь по тайге пять суток. И ждешь, может быть, тебя подберет еще и снегохом. На удачу, да? Мне кажется, в это время переживаешь все вот эти стадии гнева, отрицания, принятия, депрессия. Безусловно, да. Вот я хочу обратиться. С Романом-то все давно понятно. А вот вы, я всегда вот с точки зрения сама, как бы мы немало объездили, да, путешествовали по области. Вот вы, как девушка, вам бывает вот в моменте хочется сесть, расплакаться и сказать, я дальше не пойду? Бывает, хочется, но вот прям, чтобы сесть и плакать нет, потому что, ну, во-первых, это бессмысленно. А во-вторых, холодно. Слезы замерзают. Не поможет, да? Да, это не поможет. Ну, то есть сказать, что я больше не могу, это да, но тут же тебе говорят, что таких слов не существует. Ты просто собираешься и идешь дальше. Ну, потому что там тебя никто не заберет. Тебе все равно нужно дойти до конца. Ну, слава богу, меньше нагрузки. Придет, если только медведь. Слушайте, а все вот эти вот пути действительно такие сложные. Я веду к тому, что есть же туристы, люди абсолютно неподготовленные, которые такие, о, хочу, поеду, пройдусь. Я, наверное, приглашу Алексея, да, и не только Алексея. А можно летом? А летом там, кстати, еще хуже. Еще хуже. Да, потому что сланик начинает подниматься, и ты как в джунглях, ты обезьяна. А какая конечная точка у этого всего? Увидеть гору? Зайти на нее? Гора Брюс, и точки, места падения самолетов. Ну, отдать дань памяти и как-то облагородить эти места. А остались там какие-то? Да, какие-то вот. Да, но они были под снегом, мы под GPS вышли на эти точки, но копать там было бесполезно, потому что снега, проваливаешься по шее, и все равно не чувствуешь ногами землю. Даже в снеговоступах ты просто проваливаешься. А вот, кстати, насчет проваливаешься по шее, ну, прям действительно так и есть? То есть это опасно? Есть, ну, нет, если приличные люди с тобой в коллективе, то нет. Они тебя вытащат. То есть на склонах именно столько снега, он пушистый, потому что еще начало зимы, но мы проваливались, скатились, нам было весело. Если от тебя есть польза коллективу, тебя, конечно, спасут. Но вы же все равно, вы прокладываете маршруты с командой, то есть вы не вдвоем идете в поле в свою пору, да, это обучены специальные люди. Ну, минимум 4 человека должно быть на случай, если вдруг у тебя там снегоступ, там нога, ногу сломал, снегоступ поломался. Чтобы кто-то помог. Да, у нас было 9 человек, все опытные путешественники. Кто-то здесь по области сходил, уже немало вершин. Были ребята, кто поднимались на Эльбрус. У всех и зимний был опыт походов и летних. То есть все подготовлены. Да, новичков там не было. Вот еще знаем, что в Норский заповедник прокладывали новый маршрут и Орловский заказник. Расскажите немножко об этом. Это абсолютно новый маршрут, Наталья Анатольевна. Да, у нас Норский заповедник, государственный, федеральный, он работает, как раз-таки защищает у нас флору-фауну. И осенью мы уже начали туда возить людей на миграцию к Асуле. А зимние маршруты решили как раз-таки опробовать в декабре. И сейчас мы их с февраля запускаем. У нас будут четыре группы. Это совсем другой маршрут. Там мы катались на лодках, больше 150 километров успевали наездить за выходные. А здесь у нас болотоходы, мотособаки. Это такие очень интересные виды транспорта. Они стандартные, в городе такого не встретишь. Ну и плюс сам маршрут. Едешь в сторону Бама, по автодублеру Бама. Такие исторические места. Ну и, конечно, красота. Места, где рыбный филин живет. Вообще редчайшие. Вот мне, кстати, интересно, а у нас в области есть еще какие-то места неисследованные, в которые хочется покорить, в которые хочется маршруты проложить? Бесконечная множество. Есть еще? Конечно. Еще остались. Мне всегда казалось, что уже вроде бы все достопримечательности нашли, пути к ним проложили. Есть, например, хребет Джагды и озеро Бесточное, которому пойдем на съемки, наверное, в августе месяце. Туда даже дойти не могут. То есть нога там человека не ступала, грубо говоря, современно. Ступала один раз. Полтора человека нас туда проходило, но туда даже не может сесть самолет и вертолет. То есть есть такие места, куда... И что там надо, влетать? Как туда пробраться? Ползать. Это опять же эти мультимодальные истории, когда ты задействуешь каких-то вахтовиков, кто тебя подбросит на большой технике. Где-то ты идешь пешком, где-то надо доставать лодку. Ну, то есть такие непростые маршруты. На Урале по реке, по воде. Труднодоступные районы, получается, это Селимжинский, Изейский район, Тындинский. Там еще не исследованного очень много и не хоженого. Какая же все-таки интересная и бескрайняя наша Мурская область. Последний вопрос. Как к вам попасть? Вот сейчас люди посмотрели, сказали, я хочу к этим ребятам. Ну, вы двое уже попали, я думаю. Это понятно, мы уже попали в прямую переносную ситуацию. Найдите в Телеграме внесистемные туристы. Внесистемные? Внесистемные туристы. Вы так называетесь? Ну, это макрогруппа, которая была создана лет 7 назад. Есть предыстория. И там все вот анонсы ваших путешествий. Наши анонсы, и в том числе именно наши, как Тайга X-Tour, тоже это можно все найти в Телеграме, в Дзене, во всех соцсетях. Там разные туроператоры собраны, и спортсмены, и профессиональные альпинисты, все там есть. Ну что ж, если хотите примкнуть к внесистемным туристам, пожалуйста, в Телеграме находите, изучайте и ознакомьтесь. Да, ребята, мы вам желаем, конечно, увлекательных путешествий, новых маршрутов, и не замерзайте, пожалуйста, чтобы экстренных ситуаций случалось как можно меньше. Спасибо, ждем вас с удовольствием. Обязательно. Итак, рубрика «Блиц. Опрос». Алина, чай или кофе? Какая-то новая рубрика. Чай? Рис или гречка? Рис. Коньки или лыжи? Коньки. Утро или ночь? Утро, наше утро на Мурском областном телевидении. Да, последний вопрос был проверочкой, конечно, про деформацию не случилось, наше утро действительно должно быть. А вот что касается коньков и лыж, то ты убрала коньки. Да. Я бы с тобой согласился, потому что коньки – это добрая ностальгия о школьных временах, вот эти вот свидания на катке. Приходишь, заказываешь себе вот чай рублей за 15 вкусный, и отогреваясь его, выпиваешь и едешь кататься дальше, проводишь там целые дни и целые вечера. А как же лыжи? А лыжи связаны с другими воспоминаниями, когда три круга по школьному стадиону, и ты вот на вот этих вот лыжах, уже весь мокрый, вот в этой шубе, в шапке своей. Ну тоже, кстати, классно. Было у нас классное детство, поэтому если у вас сейчас не такое, мы вам сочувствуем. Но я надеюсь, что в школе преподают до сих пор и лыжи, и коньки. Да, мне кажется, многие были бы не против покататься на лыжах или даже на коньках, просто у них своих нет, и они вот всегда вот думают, а как вот я буду выбирать? Я вот ни в лыжах, ни в коньках не разбираюсь, а мы знаем все вот ваши вопросы. Мы даже знаем, где ответы эти искать, как всегда, на нашем самом полезном портале «Объясняем.рф», и мы сейчас посмотрим, как правильно выбрать-то лыжи и коньки. Смотрим и записываем. Бег на лыжах задействует все группы мышц, сжигает лишние калории и позволяет наслаждаться свежим воздухом. Чтобы выбрать подходящее снаряжение, нужно определиться со стилем катания, учесть рост и опыт лыжника, а также условия на трассе. Классический ход. Лыжи скользят параллельно друг к другу, и этот стиль подходит для новичков, оздоровительной физкультуры и прогулок в зимнем лесу. Лучше, чтобы у лыж для начинающих были насечки, которые помогают отталкиваться. Основные характеристики. Длина до 207 см, низкая жесткость. При отталкивании средняя часть лыжи касается снега и позволяет не скользить назад. Мягкость конструкции помогает удерживать равновесие во время катания. Острый мысок. Коньковый вход. Катание с попеременным отталкиванием обеими ногами. Этот стиль подходит опытным спортсменам. Здесь нужны хорошая физическая форма, техника и качественная трасса. Основные характеристики. Длина до 192 см, более высокая жесткость. Коньковая лыжа не должна полностью касаться снега в средней части, чтобы не снижать эффективность толчка. Жесткая пара позволит лучше скользить. Из-за этого оттолкнуться в классическом ходе на них невозможно. Притупленный мысок. Помимо этого существуют комбинированные лыжи и бэк-кантри. Первые по высоте схожи с коньковыми, но также подходят для классического хода. Бэк-кантри отличается большой шириной и высокой жесткостью. Они предназначены для походов по целине. Как правильно выбрать коньки. Хотя на многих катках есть прокат, рекомендуют иметь собственные коньки. Это связано с безопасностью. Неудобный и некрепко сидящий ботинок может стать причиной травмы. Чтобы выбрать любительские коньки, определитесь с целью. Выделяют три основные группы. Хоккейные, фигурные и прогулочные, или фитнес-коньки. Следите за тем, чтобы ботинок сидел немного свободно. В идеале был больше на полразмера. Это связано с тем, что во время катания нога немного расширяется, и коньки точно по размеру могут сидеть туго. У хоккейной модели усиленные носок и пятка. Это сделано во избежание травм во время игры. Закругленные лезвия обеспечивают маневренность и скорость. Фигурные коньки имеют более высокую шнуровку, каблук и ряд зубчиков на передней части лезвия. Это позволяет выполнять элементы танцев на льду и прыжки. Для прогулок на городском катке больше всего подходит фитнес-коньки с утепленным ботинком с мягкими пенными вставками. На нем нет шнурков, он застегивается на клипсы и липучки. Для детей делают коньки с двумя или тремя полозьями для лучшей устойчивости. Для быстрорастущей детской стопы покупают раздвижные коньки. Такие можно носить несколько лет подряд. Совсем маленьким детям рекомендуют вместо коньков брать двухполозные насадки на ботинки. Я без какого-либо угрызения совести могу сделать вот так, потому что программа заканчивается. И макулатуру, нет, так я делать не буду, но макулатуру нужно сдать, потому что мы ее собираем и потом сдаем. Мы призываем вас тоже, это хорошее, кстати, полезное, доброе дело. И именно вот с таким напутствием мы с вами прощаемся. Мы к своему утру уже сделали два добрых дела, это провели сегодняшнюю программу и сдали макулатуру. Предлагаем и вам делать как можно больше добрых дел с утра пораньше. Еще увидимся, обязательно включайте Амурское областное телевидение каждое утро, и тогда будьте проводить его в компании вместе с нами. Алина Спаская, Алексей Римон, до новых встреч. Пока. Амурское областное телевидение каждое утро.